Как говорится, все в нюансах. Довольно интересный вариант, если вы с детьми. Вот мы после полутора часов задержки, и оно начинается. Продолжение следует... 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 Ага, закрыта. Ну вот здесь собственно дискотека, а вот здесь кафе. Ну и какие сказочные ворота с мостом. Там вон виднеется СПА. Вот это вот СПА. Интересно построен отель, интересный комплекс зданий. Все хорошо смотрится, но производит вид такой какой-то недозавершенности. Все есть, но как говорится все в нюансах, а с нюансами тут не очень. Ну я имею ввиду простаивающее кафе. Не до конца использованный потенциал отеля. Вот как это правильно назвать. Значит, вот тут еще один такой бассейн. Здесь по описанию заявлено 19 бассейнов. Да-да, 19. Многие из них маленькие, но тоже естественно считаются. Вот эти вот два бассейна, которые рядышком не такие самые большие. Ну и собственно плава вон в том, который рядом с нашим номером. Ну потому что я не вижу смысла идти куда-то дальше из-за того, что форма у него другая. Вот посмотрите, как выглядит главный корпус. Мавританский стиль с куполами. Кому-то это напоминает Кремль. Стиль собственно мавританский. Вот здесь еще один бар. Гуфи-бар. Отель собственно ориентирован на отдых с детьми. Благодаря своим аквапаркам. Хочу вам сказать, что везде по территории странным образом расположены вот такие вот коровы. Наверное, это какой-то своеобразный символ отеля. Вот мусорные ящики. Все по фэншую. Для разного вида мусора. Разного цвета. Сами ящики. Вот видите. Есть вот такие моменты. Не успевают люди убрать. Может недобросовестные какие-то закрепленные здесь уборщики. Ну уж попало. Не извиняйте. Я вообще такое редко видел. Вот видите, попало. Вот такие вот пластиковые кресла. Они типичные для сети Epic Albatross. Пятерки Royal Albatross Moderna не такие же. В общем, вот этот отель мне напомнил первое наше посещение Royal Albatross Moderna до его реанновации. Там точно такая же плитка на полу была. Ну то есть как бы такая ностальджи. Он так вот местами подуставший, но местами уже и прошли реанновации. Вот допустим вот таких навесов. Навесы вот эти абсолютно новые. Абсолютно новые навесы, но при этом еще старые лежаки. Вот видите, там есть и шатры, можно отдыхать. Первый комплекс горок. Ладно, горки сниму попозже. Потому что как раз съемка происходит против солнца. Ну вот такие стандартные круги, на которых можно спускаться. Абсолютно стандартные. Так, идем дальше. Везде по территории такие мостики, переходики, речушки. Можно сплавиться на надувной лодке, на гондоле, как я уже говорил, а-ля гондола. Магазинчики. Маска у нас сломалась. Здесь мы купили маску за 4 доллара. Ну вот видите, вот такой вот мусор по территории. В скромных таких, в укромных местах мы можем наблюдать. Что, конечно, не очень радует. Идем дальше. Горки тоже не новые. Попозже вам покажу эти звездочные отель. Его территория буквально рядом. Вот смотрите, какие тут огромные. Имитации динозавров. А, ну да, вот то, что я рассказывал. Можно спуститься на надувной лодке. Вон они надувные лодки. Можно вот здесь вот сплавляться на них. Отсюда выплываешь и сюда же приплываешь. Вот динозавр. Прикольно здесь детям интересно, конечно. Я снимаю нон-стоп для того, чтобы люди меня не обвинили в том, что я там снял только то, что хорошо. Снимаю, что хорошо и что плохо тоже. Вот такие вот. Вода чистая. Вот эта вот территория в данный момент не используется. Не знаю по какой причине. Возможно просто недостаточный наплыв отдыхающих. Хотя их довольно много. Я так понимаю здесь вот два бара. Но они почему-то не работают. Но сейчас и бары не работают. Они с 10 утра. Но этот не работает и этот не работает вообще в принципе. Снова динозаврики. Ну это собственно пиво, которое здесь представлено. Это Стелла и Саккара. Египетские. Дракон. Бассейны 110 сантиметров. Довольно нормальная глубина бассейнов. Можно купаться отлично. Напомню, это август месяц. Самый жаркий. Месяц с июлем. В Египте. Вот мы можем видеть вдалеке бунгало. Здесь вот детский парк. Там сейчас уборка происходит. Мультяшных героев. Уже малость повыгоравшая на солнце. Вот такие вот виды здесь. Плитка всегда очень чистая, можно ходить босиком без проблем. Снова корова. Мы сейчас направляемся к ресепшену, тут опять-таки корпуса где живут люди. Происходит какой-то инструктаж обслуживающего персонала. Так как отель находится на второй линии, тут смотря как оценивают, может быть даже и на третьей, есть вот такая вот установка отельного автобуса, который возят на пляж. Время поездки 3 минуты, мы ни разу не ездили, потому что пешком туда добраться можно за 5 минут. Дабы не париться в жару в автобусе, мы всегда ходим на пляж пешком. Тем более мы проживаем в корпусе, который находится на выходе отеля, нам очень удобно. в таком же стиле, в корпус с ресепшен, уже с кукулами. Вот такие электрокары отвозят вещи, чемоданы прибывших. флагштоки, и вот рецепция отеля Аква Блю Шарм. Здесь такой пряный приятный запах, очень хорошо работают кондиционеры, вот так это выглядит, все очень симпатично. Вот такие зоны отдыха, они, собственно, очень похожи на зоны отдыха Ройл Альбатрос Модерна, но там все помасштабней. Хотя стиль один и тот же, сетевой, так сказать. вот такие вот диванчики, креселка, живые цветы, кстати. все очень симпатично. Лобби-бар, он тоже начинает работать с 10, еще все закрыто. Но саму атмосферу я вам могу показать. Вот такие вот столики, креселки. вот так вот все это выглядит. В лобби-баре мы можем другой сутки набирать напитки. кофе здесь делаю практически везде. Вот и туалет, я вам сейчас покажу. Ну вот туалет, зоди ресепшн, все чисто. Такие вот барные стоечки на высоких ножках. Так, что у нас здесь? Здесь у нас зона вечерних шоу. Вот, собственно, сама сцена. И большой экран, на котором показывают мультфильмы детям. Довольно таки много столиков со стульями. Ну, сетевая концепция, конечно, здесь просматривается. Нужна какая-то недоделанная, что ли. Сейчас расскажу. Вот можно кальянчик покурить за 2 доллара. Всего за 2 доллара. Спорт-бар. Тот именно спорт-бар, которым я был восхищен в Рояло Бетрос Модерна. Здесь только название и отчасти схожий дизайн. Коктейли. Никакие отношения барменов. Какое-то, никакое. Ну, то есть, как бы, я вообще не понимаю, что там можно делать в этом баре. Ну, собственно, как и во всех остальных. Это большой недостаток этого отеля. Вот мы можем еще в один туалет зайти. Ну, тоже такое чисто, с нюансами. Не первая свежести сантехника. Ну, кондиционеры работают. Подсветочка. Симпатичный. Кафе под названием Колумбус. Тоже сетевая концепция. Делают кофе. Карта кофейная меньше, чем модерни. Такие зоны отдыха. Продолжение следует. Продолжение следует... Любое影響. Незимatives. Здесь конференц-зал. Суполняем. Агенты. Анкеты. Так. Смотрим дальше. Вот это все тоже корпуса, в которых живут отдыхающие. Они как бы так, по периметру отеля расположены. Возле каждого из них есть свой бассейн, что исключает большие скопления людей в бассейнах. Практически каждый отдыхает там, где он живет. Бассейны возле этих корпусов. Такие без причуд. Обычные, прямоугольные. Ну, вот смотрите. Я не буду там дальше тоже. Бассейн. Собственно, в общем количестве их 19. Вот такие вот шатры. Бассейны все чистые. В этом плане все хорошо. Лежаки новые в основном уже здесь. Они алюминиевые. Практически такие же, как был арбитрос модерна. В данном случае оранжевого цвета. Синего. Вот я прохожу мимо ресепшн нашего отеля. Я куплю. В августе, конечно, очень жарко, но жара переносится довольно легко. Так как воздух здесь очень сухой, влажность практически нулевая. Поэтому смело можете ехать в августе в августе. Такой бар. La Veranda. Конечно, подуставший. Но свою функцию выполняет. Какой парк я вам покажу позже. Такая зона отдыха. Увак в парке. Он отдыхает. Но эта кромкновенная Увак в масло. Знаignant трейленности. Я не overcoming. Увак отель мой, straw이�ю. Он позволяет. Эти cheesecake! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь тоже некий бар С очень слабой капитальной картой Когда-то это была карта территории У меня это плачья он будет На ней уже ничего не разберешь, наверное Там дальше есть игровые автоматы Позиционируют 62 горки Ну я так понимаю считают все Но тем не менее горок достаточно За время с 10 утра до 5 вечера пока не работают Я думаю, что наверное Как раз таки за это время Вы сможете пройти все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, там договорождены В определенное время Здесь детский акулпарк Мы им не пользуемся И вы дети у нас уже взрослые В общем, как для четверки Довольно интересный вариант Если вы с детьми Есть где стоять детей И не думать о том, что они будут делать Чем они будут заняты Есть где самим себе прилечь и отдыхать Вот и мы полно подходим К завершению нашей прогулки По отелю Альбатрос Акваблю Это уже практически выход И одним из существенных плюсов данного отеля И собственно Тот аргумент окончательный Который определил наш выбор Здесь через дорогу находится Новый пятизвездочный отель Альбатрос Аквапарк Территория которого Мы точно так же можем пользоваться С 10 утра до 5 вечера Всеми барами Всеми горками Аттракционами Кроме ресторанов Но его я вам покажу Уже днем На сегодня у меня все Подписывайтесь на мой канал Заходите в мою группу в ВК Ставьте лайки Пишите комментарии Будет интересно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok